Накануне в летнем лагере «Солнечный день» при Дворце детского юношеского творчества завершилась третья смена. Она стала последней в этом году. Маленькие артисты подготовили сюрприз, необычный флешмоб для родителей. Мы и ты с грилою смело жить красиво, наше дело! С самого утра на площадке «Солнечный день» играла музыка. В зале собрались родители и педагоги. Этот концерт ребята готовили две недели. Вместе со взрослыми мастерили себе костюмы. За несколько минут мальчишки и девчонки превратились в спелые овощи и фрукты. Летние, красивые и очень полезные. Я в роли Чиполина, но я же как лук. Я еще маленький, поэтому зеленый такой. Из мультика Чиполина есть вишенка. Я очень такая красивая, нежная, с себя выхожу, играю, гуляю. На концерте ребята устроили фруктовое овощное дефиле в поддержку здорового питания. Затем по очереди показывали на сцене свои таланты. Педагоги каждый день учили их танцам, пению, гимнастике и актерскому мастерству. У Юлии Коньковой в лагере отдыхали две дочери. Аня и Даша были здесь все три смены. Посещали творческие занятия. Одна играет на пианино, другая танцует, старшая дочь танцует. Занимается художественной гимнастикой. С удовольствием показали свои навыки, какие-то поделки делали. В этом году на летней площадке «Солнечный день» отдохнули более ста детей. На третьей смене было 32 ребенка в возрасте от 7 до 14 лет. У нас были спортивные игры, у нас были интеллектуальные игры. В общем, игр было очень много, потому что смена была жаркая, лето было хорошее и в основном большую часть мы проводили на улице. Педагоги советуют не оставлять ребенка без присмотра после школы или во время каникул. Лучше найти интересные занятия, которые со временем станут для него хобби, а может быть даже профессией. И пусть летний лагерь закончил работу, кружки и секции открыты круглый год. Ребятки за все эти три смены очень многому научились. Не только рисованию, творчеству, пению, театру. Мы приглашаем всех наших детишек, которые проживают в городском округе Люберцы, с 1 сентября в наши творческие объединения. С расписанием занятий можно будет ознакомиться в начале учебного года. С 1 по 6 сентября во дворце пройдут дни открытых дверей. Мария Фролова, Дмитрий Радзянко, телеканал ЛРТ.